В России береговое производство отдалось намного больше, чем вообще задачи берегового производства, чем задачи производства этой системы. И на мой взгляд, береговое производство значительно сегодня являются драйвером изменений, который в России. Занимаемся моими качествами и многими другими вещами, но такого массового обращения мы не получили. Теперь очень многие компании работают по мобилям, которые мы взяли, и некоторые компании находятся под консалтером японских коллег, которые, в общем-то, обедируют опытом металетней давности, мог быть, даже истоком того, что было в начале. Кроме того, сегодня, если мы обсуждаем индустрию 4.0, коллеги, есть очень много компаний, которые их дают, которые надо изучать. И прежде всего, это компании, IT-компании, экологические компании в Соединенных Штатах. У меня маленький вопрос. У меня маленький вопрос. Интересно, как дали его видеть? В прошлом году Майкл Джексон заработал 400 миллионов долларов. Какова производительность труда Майкл Джексон? 400 миллионов долларов, как Майкл Джексон. А ли вам 37 миллионов долларов? Есть вопросы? Почему я задаю этот вопрос? Любая информация, которая куда-то заносится, работает независимо от производителя этой информации. И если мы говорим об информационной идее, тогда мы должны учить вам, что производительность создается не столько при производстве, сколько при тиражировании тех или иных продуктов. У нас этих моделей пока нет. Значит, по словам, насколько я завершаю, я хотел бы сделать еще несколько, на мой взгляд, важных. Сегодняшние доклады, вчера я мало присутствовал, не могу удалить впечатления. Сегодняшние все доклады мне очень понравились, очень яркие были и с очень хорошим силами. Совершенно очевидно, что мы должны говорить о федерации. Мы уже говорить должны о том, что переживое производство, нужно интегрировать свой бизнес в этом качестве. И коллеги, которые показывали, например, Олег Краснов, с Калашникова, он говорил, что качество, стоимость, время. Но, коллеги, интегрировать качество и материалы производства вместе с другими качествами. Хотя бы потому, что система менеджмента качества насчитывает почти 50-летнюю историю развития, а система менеджмента режима производства, это достаточно нового понятия. кстати, как регион, как вы, в России, и пока не получивший признание за рубежом. Мы должны с менеджментом, продажем, ответить. Коллеги тоже много раз подчеркивали. Зачем нам сокращать продолжительность процесса, если после этого мы оказываемся в простой. КАМАЗ четыре раза поднял производительность труда на конвейере. Результат. Два конвейера освободил. Результат. Головная почта с этим делает. Но ГАЗ, например, занялся по-другому. ГАЗ, одновременно сокращая конвейера, существенно улучшил качество автомобиля и добился того, что объем вырос. Сегодня ГАЗ продает в месяц две страны мира, кроме России, и был нарастущая компания инвестиций, инноваций и качеств. Инновации с менеджментом ресурсов и активов. Коллеги, основной вклад для вежливого производства в создании возможностей. Мы не создаем производительство, мы не создаем эффекты, мы даем возможность для другого менеджера. Если мы что-то освободили, время, людей, станки, оборудование, используйте их снова. Очень много было с информационной технологиями, с развитием человечества. Я написал все это до этой конференции, и мне приятно, что все впало в следующих сроках. И вчера здесь нахладывают. Моя нужная инвестиция, кто-то сегодня говорил об этом, биржевая производство замещает инвестиции. Мы сделали в свое время проект Нагорском стиховом заводе, который поднял в этот годного с производства трипельса с 60% до 96-95%. Потом пришли японцы, снесли этот стенд, стенд простите, и за 100 миллионов долларов купили. Потом приезжали коллеги Самарской кабельной компании, и им и наверное, сборство стихольного директора по производству вернет новый цех, а новый ставок 98% годного выхода. Мы правда на ставок сделаем 96, и 100 миллионов монтократик. Может быть 100 миллионов может быть были лишние, не знаю, но может быть больше денег, может быть на новом виде. Что дает перешевое производство? Вот я хочу обратить внимание, выявлять новые возможности. И что очень важно, ставить перед руководством задачи по использованию высыпожденных ресурсов. Иногда эти высыпожденные ресурсы страшная головная боль. Например, цех, который надо не культивировать, потому что там какое-то грязное производство. И опять инвестиции. И те, кто сделали этот проект, они как бы в чем-нибудь заработали, и финансовая дирекция говорит, что у нас что произошло? У вас только у вас производительность не выросла, эффективность не выросла, вы только перевели прямые затраты в посылные. Зачем вы это делали? Это нужна новая новая система финансовой отчетности, финансового управления. И, к сожалению, нас даже книжки не могут перевести в этом управлении. Недавно беру книжку, которая называется «Финансовый управленческий учет». Бережливый финансовый управленческий, бухгалтерский управленческий учет. Открываю оригинальное название книжки. Там написано, я вам сразу скажу по-русски, «Измерение и управление биржливой компании». Есть разница? Переводимы хорошие друзья. Теперь еще очень важный вопрос. Бережливое производство в исполнении замечательных писателей, каких-то Лайкер, депутат Бережливый и Я думаю, что это разделяют и японские коллеги. Честно говоря, обостроили такую теорию несколько мистического биржливого производства. Там очень много недоговоренностей и очень много таинственных вещей. Мы говорим ценность, ценность, ценность. Шоковая ценность, только не может измерить ценность. Мы делали стандарт на первый раз для определения ценности. Кстати, его нет. Мы назвали ценностью. Это то, чем люди хотят владеть, пользоваться и обмениваться. И ценность возникает при обменных операций. И оказывается, построить ценность, измерение ценности, очень непростая задача, и это функция рынка. И если у нас рынок уникальных вещей, то одного того же качества продукт будет иметь высочайшую ценность, например, хлеб во время войны, или попробуйте продать хлеб, обычный хлеб на углевку. Разные ценности, и одно и то же, и то же. Вы не можете представить. Сегодня мы уже расстались. Да, над измерением потерь. Парадокс потерь стоит в том, что это очень мифическая вещь. Мы не знаем потерь. Мы догадываемся, что что-то является потерянным. Владая некоторой техникой устроения, это как потерь. И в результате мы, после того, как что-то изменили, можем сказать, а теперь мы можем тратить меньше. А вот то, что мы тратили раньше, больше, мы можем это записать как потерь. Надо попробовать объяснить бухгалтерские финансовые службы. Теперь, затраты. А что такое затраты? Что такое затраты? Не отвечайте. Их нет. Их нет. Есть потоки. Есть поток ресурсов. И нужно измерять его единиц своего линия, как мощность. Мы же измеряем мощность. Это килограммы, единиц, единиц времени. Точно так же все ресурсы нужно измерять. И это очень серьезное измерение бухгалтерских финансовых учетов. Хотя в том или ином виде, мы считаем, мы пересчитываем это в течение года. Следующая задача, которая возникает, это применение применения для живого производства в цепях поставок и в полную инструктуру. А там совершенно необходимы стандарты. Стандарты требованы. И многие здесь кто-то присутствует, принимают участие в разработке стандартов. Я говорю, как руководитель этих программ для всех, кто занимается этим. Но, к сожалению, у нас очень плохо поставлено. Ой, разработка стандартов стоит. Не могли просто говорить, что такое очень много слышно. Спасибо. По возрасту! Извините. Рука бойца устала. Что дает стандарты? Стандарты дают возможность распространить методы управления, которые себя оправдали, на тех стадиях, где контроль невозможен. Я согласен с Юрий Павловичем, что нужно быть очень аккуратным контролем. Но контроль потребителя неизбежен. И контроль потребителя должен позволять потребителю не сталкиваться с некачественной, невомерно поставленной и за более высокую цену после выполнения контракта. Он должен иметь возможность с помощью аудита проверить систему менеджмента убедиться, что она сама не допустит поставки. И это вот риски, которые мы имеем после контрактов. И если мы предупреждаем, то мы получаем на предконтракт, если мы проводим действие на предконтракт, на стадии через аудита, с тем, что мы переживаем производство качества, мы сокращаем. Здесь то же самое мы, если мы имеем дело с управлением в корпорациях, то если мы внедряли СМК и СМВ, извините, или я просил поменять, ну ладно, это за живущие версии, но мы не поставим. Есть еще одна составляющая обережного производства, это колоссальное сокращение размеров на струкране. Вот мы будем рисовать модели предприятий, которые в виде треугольников, называемых пирамидами, почему-то. Но на самом деле это большая неправда, потому что количество информации наверх может иметь размерность. Единицы десятки, это финансовая информация. А натуральные единицы на уровне производства системы это 10, 6, 10, 8. Посчитать сколько людей, сколько станков, сколько параметров, сколько технологических процессов. Тогда, если мы посмотрим, то у нас, вот если это взять за метр, то здесь у нас сотни километров. Вот такая, если сантиметр я здесь нарисую, наверху, то внизу у меня будут сотни километров. Попробуйте у себя в тетрадочке нарисовать такую пирамиду, такой треугольничек. По-видимому, мы пользуемся энергетическим масштабом, но не отдавайте. На очень простом примере, допустим, конвейер по перебрасыванию кирпичей, вы можете убедиться, что если у вас 100 человек будет носить кирпичи, и вы будете иметь 100 объектов управления, у каждого из которых будет скорость, которую нужно внести, количество кирпичей, мотивация, конфликты и так далее, это одноразмерность управления. А если вы их поставили в конвейер, в цепочку, у вас три параметра управления. Это скорость, которая кидается в кирпич, первый, что задает мне вытягивать все остальное в расстояние, между которым мы поставили, и еще выровняем, чтобы у вас у меня равномерно не стояли. Это вам все хорошо. Ну и вклад в бережевое производство в стандартные модели нарезвивания. Ну, прошу меня извинить, все-таки прошла здесь притурующая картинка, поэтому мне это я устно скажу. Фактически мы сейчас переживаем определенный этап в развитии бережевого производства. Мы много, мы не мысли. Часть предприятий, которые активно этим занимаются, добились больших определенных успехов. Но сейчас нужно использовать ту энергию, ту силу, которую мы набрали, ту динамику, чтобы развернуть работы, которые прилегают тем действиям, которые у нас рядом с бережевым производством. Я их перечислил, потому что все интеграционные процессы. И мы должны говорить о том, что у нас пилотные проекты это начало, затем у нас потоки, потом у нас бережливое предприятие, потом у нас бережливые цели поставок, потом у нас бережливые холтерки, и